Все, свободен Пошли Сейчас я его свожу на двор Пока за мной так рядом Иди тут, убирай позицию Замечательный Чемпион России Не просто так Давай, гуляй Вот я тут с ним выгуливаю А потом иду туда Даю ему сходить, чтобы было Так Это очень интересно Мы еще никак не поймем Кто кого выводит Я его на прогулку или он меня Я без него-то бы сидел Дома не выходил уже, ноги Так Он уже знает, куда идти Благословите, батюшка Подоткнуть и все Так Так Все, закрой Я сейчас свожу его туда Входи А вот, пошли 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 Когда кроется Кроется Когда Какого числа Осталось, буля Не смотрю Пошли Пыль Пошли Не говори Ты не пойдешь Все, тогда пошли Он не нуждается В этом Сейчас мы будем садиться Машину Нам откроешь С какой стороны нужно садиться? Его в багажник. Его в багажник. Его в багажник, да? Ну, давай. Ну-ка. Вперед. Вот так. Хорош. Сидеть здесь. Подожди. Сидеть. Лежать. Лежать. Все. Смотри, чтобы он тут не полез. Так. Я сажусь рядышком. Давай меня в машинку. Так. Не кричать. Слава Богу. Вот так. Сиди там пока. Куда едем? На старый базар. Там на повороте, где трамвай разворачивается, там есть банк. Я с него начну. Вон он, рванган, стоит. Вот так, беда. Господи, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий. Помилуй меня грешного. Так. Чтоб пути Господь сохранил. Это наша улица. Ну, прямо по ней это все сидит. Язык. Хорошо. Это я пешком тут хожу. Пешком тут хожу. Подъезжаем к проспекту. Ленинский назвался он раньше не ленинский, а московский. Ну, вот так все переименовали. Я тут хожу, когда снимаю что-нибудь. Охота в старинный город показать Барнаула. Я уже немножко тут снимал, но все так трясется. Потому что одна рука занята, собаку веду. А другой, одной рукой, тем более он дергает еще иногда. Да и тяжелый, да и руки трясутся. Вот на Ленинский проспект мы вывернули. Вот это вот дальше синенький. Это отдел юстиции. Тут регистрируем в обществе. Остановка рядом. А вот это можно стекло опустить у меня? О, чисто как. Сколько флагов. Съемка-то другая, по-другому уже у меня. Съемка-то другая, по-другому уже у меня. Съемка-то другая, по-другому уже у меня. Ну да, с центрального района. Я как-то с Леной тут ехал с потеря. Пигляжу, у нее 140 на спидонат. Еще себе. Вот найдите, где машину тут ставить. Туда надо поближе, только к базару подъехать. Туда я прямо начну. Вон где посередке белое здание стоит посередине, куда трамвай разворачивается. Мы сейчас развернемся. Там поставим. Да. Там вот, поищите, где машину можно поставить. Это старый город. Старый базар называется. Я уже показал его. А впереди там город вот такой вот. Поднимается. Куда залез? Фу. Ну-ка на место. На место. На место. Вот здесь нельзя поставить. Можно. Все, да? Да. Ну слава богу. Ну-ка сейчас сиди. Ну-ну-ну-ну-ну. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, подожди. Подожди. Так. Все, передаю вам. Подожди, подожди. Сидеть. Возьми руками двумя. Засунь туда. Так. И все время на цифру подглядывай. Пошли. Вот, молодец. Так. Вот, закрыли. Рядом. Отсидеть. Сидеть. Держать. Стоять. Пошли. Рядом. 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 Сидеть. Он не сяден. Попадок свободный. Верный. Он идет свободный. Сейчас мы остановимся. Рядом. Там немножко. Сидеть. Сидеть. Смотри, вот это вот на можно. Его надо надевать. А мне надо зайти в это вот здание. Ну, оно работало сегодня. Сидеть. Я надеваю на него. Сидеть. Сидеть. Я зашел, а там умеряя, сидит на трудающей, за порядком. Собака не положена. Я говорю, на какой, кстати, какой пункт не положен? Покажите мне. Она не знает. Она побежала за начальником жаловаться. А я в это время билет-то оторвал, это заходить ночью. Сидеть. Сидеть. Вот. Она вызвала одного другого. А я даже вышел, что там говорят, книжечку подаю, а теперь меня подадили, что и деньги отсчитают. Все. Ты как? Сидишь? Сидишь? Ну как? Ну как? Мне нравится. Ты что, с ногами что ли надеваешь? А, я не кверх ногами его надевал. Скорее всего, кверх ногами. Кверх ногами, да? Сейчас посмотрим. Так, дай, дай, дай. Вот так, да? Да. Ну, ты еще, я не знаю. Главное, я пока стоял, а она стоит, не знаю, что делать. Там вот, Андрея, лапу-то и снял на мордик-то. Она засыпилась за это, а я потихоньку надел, и на этом все. Так, это центр города Барнаула. Так, уходим отсюда. Рядом. Все улучшается. В то время, когда я учился здесь, здесь была главная городская елка. Елка была городская. Так. Это центральная щас. Все тут банки. Вот это валютный банк. Он делал меру и потихоньку показать. Только медленно так переводить. Вот так. Старайтесь, как-то же быть, не отставайте. Переходите, чтобы вместе. Нарушаете? Так и идет все. Так, смотри. Вот этот какой был, этот фундамент опрокинутый, столбы, и все как попало. Посмотри, как все сделано. Какая красота, какая ограда. Какие деревья. Старые выпили, новые насадили. Березки. Пойдем полиже посмотрим. Вообще удивительно. Говорят, там где-то за рубежом. У нас свое. Посмотри, какая красота. Какой. С новым объемом победы. Смотри. Он не хочет. Это мне уже не надо. Я снимаю его. Он не нужен. О, подожди. Теперь я вот что делаю. У меня пояс. Я вот сюда. Все. Всем видно, что у меня в мордник. Не лезет никто. А эта девчонка, когда она пошумела, до конца стояла, пока деньги не получил и проводила. Еще им вам счастье оказали. Так, пойдем-ка. Так, можно обязательно снять. Смотри, какая красота. Смотри, как украшены. Ели. Березы. Русская береза. Такие невыродительные. Вот тут был этот пеле. Знаменитый футболист. Знаете, из него из Кособокова сделала такого. Ходила, водила его. И когда он из России поехал, его спросили, что больше всего понравилось. Он говорит, березки. Даже не береза, а березки. Где флаги? Вот я сейчас смотрел, белорусский флаг. Внизу зеленая, а вверху красная. Это ничего не объяснишь. Это не жизнь. Русский флаг, он это здесь. Внизу красный, не надо говорить. Он годит этот флаг для у любого человека. Внизу это означает, человек рождает. Он находится в крови. Бескровно никто не жил. И уйти можно как-то. Жить можно, а родиться нельзя. Дальше только родился, а сразу ему цель привести на небо. Синее небо меня так манит, зная, что там он и Спаситель Христос. Все в этом мире бесследно канет. В небе не будет мести угроз. Белая полоса. Великий белый престол. Родился, жил в Боге. И в Боге, но мысль дана для Бога жить. И дальше белый престол. Откровение, да, скажи, Гаван. Это не просто флаг, это проповедь. Я влюблен в него. Кому бы ни говорил, никто просит, еще не скажет. Это работает плавильная какая-то и ходит. Это герб. Герб Барнаула. Вот напротив, можно показать, арестованные товары. Это бывает так, где-то неправильно, там в таможне что-нибудь. И их продают потом они. А бывает не знают, куда деть. Как-то Библии, симфонии у кого-то отняли. А у меня знакомый начальник был. Он мне их все их отдал. Но я все равно не знаю, куда их девать. Я не знаю, где туда зайти. Нет, закрыто. Закрыто, на профилактической работе. Ну вот, значит, закрыт. Нам приходится подчиниться. Машин много здесь, в городе. Около 180 тысяч. А населения еще нету даже 700 тысяч. И по количеству человек на одну машину Барнаул занимает какое-то близкое к первым местам. Ну, там, допустим, в лучшую, там, 50-ую ходит или как. Рядом за вами тянет. А так, вон, обычно, на шагу. Вот так, видишь, что какие. Может, коротко показать. Кто тут приходит? Лондон, Мадрид. Красавь, тебе. Заслужен артист в республике Татарстан. Жалилов. Покажи его, красавца. Здесь ждут увлекательные экскурсии и мастер-классы в Грузии и Створе. Лондон, Мадрид. А то он ездит туда. Не скажет, что культура в Татарском крае. Не нравится или поется? Не знаю его. Конкурс в Италии на Лауреат. А, вон что, сопрано. А, Лауреат нажимал до конкурса. Вот она сидит после. Вот Евгений Южин, симфонический архестр. А, так это тут. Это там и музейный, как сказать. Аппаратинка так, посмотрите. Она может приближать. Все, проходите вперед туда. Здание показывает. Аппаратинка. У нас появляется. Нормально, не больше. Вот так. Государственный министерство культуры Алтайского края. Краевое автономное учреждение. Три этажа. Потом мы издалека пойдем по той стороне обратно и заснимем. Вот тут отсюда можно показать здание, какие красота. Ну, чем не Сакраменто? Фонари какие висят, старинные. А мало того, тут освещение еще сбоку. Там какие направлены, да наверх, чтобы здание не во сне было. Арбат отдыхает. Да. Вот мы сейчас тут полейка пройдем. Можно показать и адрес. Потом мы оттуда заснимем здесь. Видно будет. О, режим работы. Музей Мир Камня. Это камнерезные. Это редкий музей. Очень редкий. Вот тут еще люфтые аккуматерины. А вот это музей. Вот музей. Нет, я хочу вам его отдать. Нет, так не пойдет. Вы двумя руками будете держать. Я возьму аппарат. Так. Выходим вперед. Ну, 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 никуда. Ну, меня не отпускай. Ну, что, все. Никуда не делся, никуда. Держи крепче двумя руками. Он не хочет, чтобы я. Вот это мы еще тут посмотрим. Там снимали это или нет. Так, держи. Вот какая. Ну, тут еще все подремонтировалось. А дальше тут музей. Старейший музей. Сибири. Краеведческий музей. Так. Под ноги мне его не пускай. Я могу упасть. Вот так. Пошли. Вот так. Собака идет с левой стороны. Запомни это. Это электросеть. Алтайская. Мы сейчас повернем назад. Вон там дойдем до перехода. Рядом. Рядом. И строитель первого в мире теплового двигателя. Ну, что-то там качать. Воду или что-то там из шахты. Вот, видишь, как хорошо, что вдвоем пришли. Я один еще этого не могу снять. Когда я иду, у меня все трясется. Он дергает. Ну, понятно, что тут. Памятник архитектуры 18-19 века. Бывшая канцелярия Колывана Воскресенских заводов. Построена во второй половине 18-го и первой половине 19-го века. Охраняется государством. Охраняется. Все было разграблено, убито, разрушено. Теперь охраняется. А если бы так-то ушла жизнь-то, и не было этого бандитизма в 17-м году. Было бы нас уже, как Менделеев говорит, 650 миллионов. Вот, тут мы сейчас перейдем. На ту сторону. Тут была спичечная фабрика. Спички там по копейке стоили. Давай сюда потихоньку. За мной сейчас идите рядом. Так, уходим. Недалеко не заходите, чтобы случайно не попасть куда-то. Так, аккуратно. Смотри, что у нас не повалил. Под ноги глядите хорошо. Так, проходите. Вот меня Елена привезла тут показать. Барнаульская гор-электросеть. Ну, я про это и говорил. Так. Вот какое здание четырехэтажное. А теперь с этой стороны я покажу то здание, где мы проходили рядом. Как оно выглядит. Вот оно. Это там музей. Красивый. Везде зелень. Тут зелень и... Это такое место еще. А так везде. Идешь... Вот так. Это музей. Такое здание. Тут мои книги находятся. Письма приходили ко мне на дом много раз. Просили письма. Переписку мою. Им почему-то интересно было. А теперь Алтай Гипрозем. Это организация, к которой мы обращались за помощью, чтобы выделили нам землю. с ограниченной ответственностью. Так. А это что тут? Это, по-моему... Вот там. В 1917-18-е годы размещался Боргойский Совет Рабочих и Солдатских депутатов. А то время горячее было. Всякое разное. А что они... Где-то там надписи больше не было. Ни одной. Как же так. Ну-ка пойдемте дальше. Вот здесь пушка. Тут две пушки было. Разного калибра. Ну, тут Оле куда-то дели. Или что, не знаю. Везет сирень. Чья-то усадьба, да? А? Чья-то усадьба? Нет, наверное. Они не пишут. Это вот как дом, который мы проходили. Филармония. Так должно быть. Ну, где-то что-то заодно там. Вон та филармония. Подальше. Неужели они переместились в это здание? У них там был музей. Ну, да. Вот там музей где. Краеведческий музей. И какая-то фигура. Ну, это где-то что-то достали. А вот это, наверное... Это счастлива работа его. Что это? А вот здесь написано. Старейший музей Сибири. Основан в 1823 году. Сколько лет ему? Считаю, 200 лет будет через 3 года. А вот это такой вот кривошип. Из Миногорский. Ну, тут непонятно, где. Я не могу найти. Вот он. Как он здоровый такой. Ужасом. Его не поднимешь. Надо было вылить его. Так, подожди. Вот оно как. Вот тут какая-то у него трещина. Это все из этого. Тут тоже как будто отломилось. Да туда еще идет в сторону. И высота его 20 сантиметров. Ну, да, 20. 20. Это, я не знаю, полтонны-то весит, наверное. А что? Это машина работала. Качала. Мы с этой стороны осмотрим эти здания. Как они выглядят. Вот оно. Это как раз филармонная. А, вот она пушка вторая. Это переместили. Значит, ничего никуда не делось. Эта пушка серьезная. Она могла, видимо, и против танков бороться. Ну, тут еще не написано. Тут затвор, все снято. Ну, понятно. Вот оно как стоит на постаменте. Вокруг вот такое оборудование. Ну, тут все современное. Так. Вот ураганчик. Да, у нас собачка. Да, именно так. Это не с собачкой. С собачкой. Самая большая. Вот мы с той стороны шли. А сейчас идем с этой стороны. Вот оно. Делосипедами торгуюсь. Это тоже необходимо. Видите, какое здание. А это вот самый парк отсюда, как видите. Ураган-то пошел. Лодки. Проходите вперед. 33 тысячи. Еще себе. Это вот парк. Центральный должно быть. Заставил, что он филармония. Тут мэр города. Давал отчет каждый год. За работу. И ко мне приезжал специальный человек. Кто-то там. И мы получали приглашение. А его нет теперь. Так, уходим. Вот это тоже редкое такое здание. Видите, как мрамором тут обложено. Я так понимаю. А это аптека называется. Горная аптека. Это означает горные травы какие-то там. Животные. Может быть, насекомые. Горная аптека. Что там? Не смотри, чтобы не упасть. Так, уходим дальше по прямой. А потом там пересечем. Мы сначала влево сейчас пойдем там. Мы заснимем, где прощание репрессировано. Так, да ребят не допускай маленечко в стороночку. Так, аренцованные товары. Вот они, мы подошли. Аренда. Комиссионные товары. Вот я специально попросил Елену, сестру, привезти сюда. В Амварск. Вот откуда мы пошли. Здесь разворачивается шарамвай. Дальше они не идут. Это у них здесь поворотная петля. А вот как-то сделано там наверху. Вот это. Под ним стоят люди. Как бы первый этаж. Ну, а тут сам разный. Тут охрана. Сейчас посмотрим. Видишь, какие здания. Тут рыбалка. Тут понятно, чем занимаются. Старый город. Название Старый город. Не просто так. А кафе Старый город. Так, потихоньку проходим туда. Вон они, ребята, как. На велосипедах. А мы идем на ту сторону, к памятнику. Жертвам политических репрессий. Когда открытие приблизилось, у меня пригласительное было. А вы в прошлом году были, ой, в позапрошлом с Галиной Загуляевой и Капустиной Татьяной. Здесь были? Нет. Возле тюрьмы. А-а-а. Я ролик вот недавно выставляла. Да. Жертвам политических репрессий. Канатный, на канатном. Ну да. И там тоже есть. Ну там это, в лесу. В лесу, да. Ну такого памятника нет, конечно. Да, да, да. Там кресты. Так, мы тут пройдем маленько, я тоже засниму. Проходи вперед туда, дальше. За памятником остановишься. Видите, какая украшение дорога. Ползунов. Университет технически тоже во имя Ползунова, улица наша Ползунова. Он известный человек был. Вот так. Мы сейчас идем. Говорит, да, мать собачка. Это не собачка. Это пес. Чемпион России. Подзащитный караульный. 120 тысяч километров с нами ураган прошел. В Владивостоке купался. В Тихом океане. До Шида-Лиссабона, до Атлантики. Ну и, конечно, все реки какие. Были. Вот, не те ребенок. Вот вокруг как все это. Сколько выложили камня-то. Это уже никогда не будет ничего расти. Вот так земля и уменьшается. Население увеличивается. Вот он, большой памятник. Очень большой и тяжелый. Это можно даже посмотреть. И называется прощание. Жертвам политических репрессий посвящается. Я тут был. У меня интервью брали журналисты. Вот мальчик обнимает отца. То есть, все. Уже никогда он его не встретит. С усами. Поход с чем-то на Максима Горького. Но мы не знаем историю этого человека. Если только так конкретно. С чем он был этот человек известен. С чем он занимался. Значит, где-то, может быть, воевал не на той стороне. С белым. А они же никому не прощали. Все подряд гробили. Так. И видно, что у него руки связаны. То есть, явно дело, что-то последний раз он видится с отцом. Кулаки зажатые. Он уже никогда не увидит. Его расстреляют. А сегодня он приходит. Я посмотрю, что тут написано. Я не знаю, видать или не видать тут будет. Ну да. Так, отходим. Посмотрели собачка тут. Вот какая. Близко не подводи, чтобы не напугала. Отведи подальше. Отведи. Чтобы это... Ну, он повернется, и ребенок может испугаться. Собака это ученая. Она не залает ничего. Пошли потихоньку. Ну, знаешь, какой малыш как маленький. Ребенок. Он же не ожидает чего-то. А для него неожиданно. Может, он не укусит. Сейчас мы вот отсюда пройдем по этой. Вот. Там мы шли уже. Я хочу заснять здесь окрестность примерно. Там тоже кто-то снимает мужчина. Мужчина. Там фотосессии. Вот так. Светочки. Видите, какие тут. Как маки какие-то. Ландыши похожи. Тюльпаны. Ага, тюльпаны, да. Уже отсвели. Вот это вот и называется вот это вот торговый центр. А как называется поместье. Империя. Вот это вот. А вон поместье. А вон империя. Поместье, поместье, я знаю. У нас одна вышла замуж за этого. Который тут работает или хозяин. Вот. У меня сразу обылили в Иерусалим. Я говорю, не был. У меня приглашение было. А я был. Первое, что мог сказать. Ну и там тоже, видите, все старинное здание. Издалека не видно, что я не могу их комментировать. Ну, понятно. У меня кроме Нагорной проповеди никаких ассоциаций. не возникает. Ну да, там он, видать, или вышку даже видать. Ну, а там где-то еще сходим на мост. Вот он. Видишь, как хорошо. А одного у меня никак. Это ну, один. Он рвет. Я даже второй взял запасной. Если еще случится, думаю. Видишь, не каждый такой день радость такая. Вот, видишь, собачка какая. Никогда к собачкам, собачкам никогда не допускай. Он не сапно что-то укусит. Тут хозяин за нее загнет так. Да и притом, мы не знаем, какая она. Вот здесь вот большой пожар был. Это какая-то ритуал называлась. Вон, ритуальный магазин. Они перенесли рядом. Тоже подожди-ка. Ну, ладно, переходите. Помахали рукой, я его не узнал даже. А он уже узнал меня, улыбаясь. Верни его и скажи, рядом. Верни его и скажи, рядом. Ну, это все банки. Нигде столько банков. Нет, наверное, как в Барнауле. Ну, прямо везде, везде. Это означает, мирная жизнь идет. И все говорят эти люди, которые берут их. А ты не лезь туда к ним. Библия говорит, должник делается рабом-заимодавца. Я вижу, вижу, вижу. Торговый комплекс. Купца Морозова. У Морозова, тут гремели они. Середина 19 века. Охраняется государством. А самих в отвал. Все уничтожалось. Сейчас коснулось. И хозяев не упоминают даже, что хозяева-то. Были живые люди. Были дети у них. Ну, еще, наверное, наша машина-то там, дальше стоит. Ну, да. Вот тут красота какая. А это вот так вот сделано, что второй этаж, как крыша, накрывает. Да, это тоже старинное здание, похоже. Да, и это тоже сохранилось. Старый базар, тут большой, самый большой храм был. Его разрушили. Он был где-то прямо на площади. То ли воскресенский или какой. Пошли дальше. Ну, тут все понятно. Старинное. И вон то здание красное, которое на днях я фотографировал. 7 ноября 48-го года. Трамваев не было до 48-го года выходит. О, какие колеса серьезные. Да и мужик серьезный. Вот так. Так, все. Открывайте сейчас. Я вот туда посажу. Мотала на руку-то. Ничего себе. Давай. Вперед. Вот так, все. Все, закрывай. Закрывай, сиди. Сиди там. Все, садитесь. Так, мне тут окошечки. Откройтесь, чтобы я мог снимать. Вот он, трамвай разворачивается. Очень удобно. Время-то, наверное, уже 6 часов есть, да? 6.40. Нету еще? 6.40. 6.40. Так, ну понятно. Так, машина сзади. Так, сильно не гоните. Потихоньку я буду маленько говорить. Это вот сам вот трамвай. Она не депо. А тут у них какая-то дежурная. Тут они получают документы. Диспетчерская, вот как называется. Прямо. Прямо. Так что? Едем прямо. Прямо и потом вправо на ту улицу. Это я сниму хорошо. Так. Где он у меня стоит? Вот он. Вот так идем. Потихоньку. Я-то тут иду трясусь. А сижу-то на машине. В машине так тут у меня тихо. Как-то приспособьте, чтобы это не во вред было. Потихоньку. Вот это памятник. Вот я все иду, гляжу. Вот это жарный виртуальный магазин. Это самый центр. Пуповина. Ну, теперь-то другие застроились там больше. Многоэтажка. А тут-то только так осталось, что... И здания сейчас будут важные. Это я не знаю, что это занимает тут. Так, вот это называется министерство. Вот здесь маленечко приостановитесь-то. Так, сейчас я туда наведу. Все, пошли. Я на улице разговаривал, так снимали. А в это время выстрел оттуда женщину. А снимать нельзя. Я говорю, ну что, глупости-то какие-то. Даже военный объект я могу снимать. Какой бы ни был. Пять моментов нельзя снимать. Это закрытое собрание Государственной Думы. А туда никто и не пустит нас. Второе. Таможенное пространство. Два. Военные корабли из них. Три. Ну и министерство сельского хозяйства газофикации. Так кажется. Все. А остальное в суде. С разрешения судьи. А так в любом месте можно снимать. И кто говорит иначе. Вот полиция. За нами. А? За нами, говорю. Ну да, за нами. Мы им не нужны. Вот улица Ползунова. Вот здесь было сиз... Это... Как сказать... Ну, когда вот арестовывают и первое время держат. Еще до тюрьмы. Я тут сидел у них. Но сейчас перенесли куда-то. Все это первый раз. Особенно в 80-м году, когда арестовали первый раз. Тут я... Дом Морозова. Вот это вот, да? Вон, дом Морозова. Вон она. Желтенькая вывеска. Видишь, как хорошо вдвоем, да и хорошо в машине. Везде вот эти колориферы. Я просчитал где-то. Мужчины, где в жарких таких местах ездят. И вот это. Они все болеют. Теперь бы сказали, вирус какой-нибудь. Кондиционер? Да, кондиционеры. Потому что у него здесь-то воздух влажный. Все, он когда выходит, там все другое. Вот Лукашенко Александр Григорьевич, президент Беларуси, об этом и говорит. Продержали людей, заперти. Солнца не видели. А сейчас выходит, а вирусы никуда, говорит, не делаются. Ну, вирус, это обыкновенный кашель. Дома обрепленные. Я считаю, это не надо. Так, я могу тут отсюда домой уйти сам? Нет. Повезешь, да? Ну, ладно. Так, ты сильно не гоните, я маленько тут буду объяснять. Это вот просто так. А это вот гараж МВД. Министерство внутренних дел. У них тут ласточки появились. Садятся. Я сюда приходил и смотрел. Вот МВД. Так, а ну-ка, вот здесь тормози-ка. Так. Женщины. Намордники надели на них, эти, как маски называют. Нет, она платка ни одного нету. Вы удивительны. Как боятся платков. Игрушки. Алиса. Это вот Герман Стерлигов. У него Алиса была эта. Для обмана людей. А вот сейчас мы едем. Вот это вот называется валер. Валер это многоцветие, переводится. Ткани, трикотаж. Здесь работала Анна Абраменко, кажется, Валентина Николаевна. Так, подождите маленьки. Я первый раз к ней зашел. У нее в другом месте это было. Ну и детский лагерь. Она ни слова не говорит. Встала, гляжу в сейф и порылась мне. Терри тысячи, что ли, выложила. Ну а потом на Потеряевке была, помогала. Тут она вот эти тканями разными цветными. Сильно была однажды она огорчена. Два контейнера шли у нее там с фабрик. И все ограбили. И не милиция, никто не ищет ничего. И она ехала с племянником. И он то ли не досмотрел за поезд, а там второй идет. И ее сразу убило. Мы молимся за нее. Господи, упокоя в небесных обителях. Очень добрая. Она несколько девочек взяла, говорит. Ну на свое попечение, ну где там в доме сиротском-то. Они не у нее жили, а там. Она их обеспечивала. Платила за них. Все. А это что? Крайпотребсоюз. Единая Россия это единая Россия. Единая Россия. Это, видимо, самое главное путинское, да? Благослови Господи. На Путина сильно нападки какие-то идут. Обзывают его всякое. Но это враги. А мы молимся, чтобы все было мирно. Вот я тут уже не вижу какие-то с этой стороны на одну уперся. Онегин. Что означает Онегин? Это выдуманный герой. Деловой центр. Это речка Онега? Может и так. Или что-то такое. Кто бы спорил, а мы нет. Я все вспоминаю в Дании, говорит, одного, он-то сто с лишним лет жил так. Его спросили, ну с чем связано, какие секреты? Он говорит, да никаких секретов нет. Просто я жил мирно, никогда не спорил. А журналист говорит, да не может быть, он говорит, может быть и так. А другой я разговаривал с ним, уже 90-щем-то лет. Он говорит, а я никогда пищу не ел, ни горячую, ни холодную, всегда теплую. Ну, вот это все объединить, если так, маленечко чуть-чуть притормозить, еще чуть-чуть проехать. Вот стоп. Все. Сейчас я покажу. Роснефть. Богатая организация. Ну, нефть вот это перерабатывает. Они не добывают ничего, перепродают. И для детского лазеря ни рубля ни разу не дали. Сколько раз заходил и бросил заходить. Марьера тоже никак. А другое совсем маленькая организация. Ну, маленькая какая-то. Ну, сколько они всего давали нам. Продуктов, там, масла. А тут нынче у меня спонсор есть. Я заказывал все продукты, а сахара нет. Проходит какое-то время, машина подъедет, мы вам привезли. Я говорю, что сахара нет, говорит, но закупили меду, 4 пляги. Меду запломбированное, ну, гречечный мед, с пломбами. Это вообще не выразишь. Десять раз дороже сахара. Да. Ну, я тут оставил, раздавал и, кажется, одна еще пляга осталась. А некоторые говорили, что это патока. Я тогда опытным этим пчеловодам показал. Говорит, нет, это ранний сбор гречихи. Он не сахарится. Давай. Это наша улица. Ползунова, 12. Так, сейчас я на этой стороне покажу. Можете открыть даже эту сторону. Все открыто? Открыто. Ну, вот тут домик стоял, они купили, сделали вот это. Сибирское ветеринарное. У вас прям далеко ходить не надо. Ну, это совсем другое дело. Смотри, всегда оглядывается. Хороший. Самый хороший в Барнабуле дом. Лучше его нету. Он единственный на всю страну. Так, поворачивай. Она не поняла, что мы сюда едем. Что-то недовольный так взглянуло. Так, ну что, все. Так, я вылажу. Свои сапоги показать. Я хожу в этом. Они меня не трогают. Нет, сейчас, 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 сейчас. Стой. Стой, 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 стой. Так. Так. Иди-ка сюда. Вот так. Я его забираю. У меня больше ничего здесь нету. Не уронит он. Иди сюда. Вот так. Проводи нас до конца. А дальше уже мы увидим. Вот, приходим. И уходим. Просто так. Помогите. Котята, я боюсь его отпускать. Он сильно из них не хочет. Ну, со мной-то он не говорил. Интересно, он старый, заскочить нет теперь. Подожди-ка. Я давно думала об этом. Вперед. 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 Вот сюда. Вперед. Вперед. Ой-ой-ой. Ну, он уже 8 лет. Он на пенсии. Да молодец. Так, сидеть. Сидеть. Вот он как. Ну, как? Старичок. Представь, сколько мы проехали. 120 тысяч километров. От Владивостока до Лиссабона. Скандинавия, Привалтика, Север. Турция. Очень умный пес. Мы с ним играли всегда. Он любит играть. Так, сейчас я у него посмотрю, что тут. Уши топориком стоят. Видишь, какие? Немец. Подожди, подожди. Ну-ка, сидеть, зайка. Зайка, сидеть. Сидеть. Сидеть, зайка, зайка. Ну-ка. Зайка, давай. Он, это не трудно ему. Давай. Ой. Что с пенсионера взять? Тихо. Ну, он за себя еще постоит. Вон, видишь, сгорбатилась кошка. Я все тут отстегиваю этот. Как он сейчас идет, как я его привязываю. Тихо. Сейчас он мимо пройдет. Ну-ка. А ну-ка, интересно, он будет пить или нет? А там еще и нет, оказывается. Надо налить. Первым делом, что? Не отцеплять, а присыплять надо. Хоть давишь. Вот это вот. И, значит, так, присыпил. А теперь эту отцепил. Иди. О! Иди. Вода есть. Сейчас пойду готовить. Поесть надо принести ему. Ну, спаси Христос, сестра. Здорово ты меня уважила. Давай, до свидания. По славу Божию. Все, с Богом. Там я пойду закрою сейчас все. Женщины как много теряют, когда они без платка. Ходят в одних трусах буквально. Все на этом. Субтитры сделал DimaTorzok